всем привет рад вас видеть я вас вижу не волнуйтесь не прячьте глаза не отводите в сторону я вижу тебя дружок ты решил посмотреть рассказы о музыке ну слушай тогда на самом деле благодарю вас за то что пишите комментарии за то что материально поддерживаете канал спасибо вам да и вот что касается комментариев это очень мне все приятно и интересно потому что наводит на разные мысли которые может быть ко мне и не пришли бы в голову если бы они прочитал комментарии например о том как развивается музыка после 2000 года почему-то я не знаю почему такая такой рубеж где он отмечен в истории музыки мне непонятно но как развивается музыка она развивается также как развивалась всегда это мое мнение я так думаю что вот как она развивалась там шестнадцатом веке в семнадцатом восемнадцатом девятнадцатом и дальше 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 еще дальше так она точно и развивается но я так понимаю что речь идет о музыке под условным названием рок коль скоро мы здесь в основном такую музыку обсуждаем то она развивается да также как и всегда но существует удивительная штука люди пишут что все там кончилось в 80 и ну еще ладно 90 а потом ничего нет ребята прошло с 90-х 30 лет да я не ошибаюсь и что прям ничего на мой взгляд просто океан разливанный выходит тысячи пластинок просто в огромном количестве я уже не говорю о том что в интернете существует вообще сумма сойти а то что в клубах творится что играют люди даже в нашем городе ходить по клубам там такую музыку играют люди что просто я цепенею и и даже уже не завидую потому что поздно завидовать там просто просто круто люди развиваются и все это очень интересно это очень всего много но интересная вещь вот какая вдруг пришла мне в голову что музыка убила время музыка убила время если я же об этом как-то говорил если условно говоря там в семидесятом году взять пластинку которая вышла 25 лет назад это какой будет 50 45 до ну это как это глубокая старина уже там ладно мы находимся в восьмидесятом году пластинка которая вышла 20 лет назад до 60 год сразу ну просто сразу слышно что это очень музыка такая несовременная да как бы для восьмидесятого года она хорошая она вне времени находится в творческом смысле но по звучанию она несовременно восьмидесятому году но вот сейчас у меня в руках пластинка modest mouse называется группа кстати в комментариях просили про нее пару слов сказать вот я пару слов говорю пластинка the moon and антарктика луна и антарктика вышла на в 2000 году сейчас у нас 24 2024 до звучит она настолько современно причем там люди пишут комментариях что ну вот сейчас только развитие технологий и и больше ничего только то есть музыка отличается только звучанием только применением новых технологий ничего подобного здесь гитара бас барабаны чуть-чуть электроники чуть-чуть локально очень дискретно вот я скажу вот такое умное слово скрипка очень мало кое-где просто создает краску вот там двух по моим песнях или в трех и собственно я и все и вот вам рок-группа который играет совершенно современную музыку сейчас я ее слушаю и вы послушайте это 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 просто вот да музыка нашего времени вышла она соответственно 24 года назад если мы вернемся в восьмидесятый год и считаем минус 24 это будет уже так сказать не современная музыка да это я повторяюсь так вот эта музыка главное главное то что сделала музыка девяностые годы наверно в конце девяностых это то что она уничтожила понятие время она звучит технологии не технологии синтезаторы новые программы там компьютерные все это все дело 25 это абсолютно не играет никакой роли музыкальное мышление композиторские какие-то линии дороги композиторские данных на которые сворачивают музыканты они уводят совершенно в другие пространства в другое понимание музыки и она остается современной на протяжении уже вот двадцати там четырех или 30 лет абсолютно не стареет по качеству с ним по не по звуку а по качеству и по звуку хотя тоже между прочим звук гитары вон он и он и будет звук гитары как-то его не не крути я не имею ввиду там гитарный синтезатор обработки это все 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 но когда играет акустическая гитара ну с ревербератором нужны что это все то же самое было в пятидесятые сороковые годы еще прошлого века ну там пятидесятые шестидесятые скажем так модель с маус инди до скажут а это инди это инди это все инди это понятие инди тоже я пересмотрел понимание пересмотрел значение понятия инди-рок в самом начале инди это были группы которые являются независимыми независимыми от больших рекорд компаний до от рекорд логов и работали сами на себя выпускали на своих маленьких студиях пластинки чуть ли не сами их продавали или пользовались услугами дистрибьюторскими уже от больших логов сейчас инди-группы и продают огромное количество пластинок тот же самый перл джем дау которые уже стали динозаврами кстати говоря вот когда заходит речь об инди-музыке все там начинается упоминание там вот зеппелин до ронинг слоунс ну это это стать старичьё вообще динозавры про перл джем никто не говорит старичьё динозавры хотя им уже там 30 с гаком группа работает лет модель с малос то же самое с девяносто третьего года по моему они если они или сделан седьмого я не помню когда группа образовалась вот но это уже по моему я не помню какой-то ли третий альбом у них в 2000 году вышел последний вышел по моему пару лет назад и я его когда куплю да увижу я обязательно про него расскажу так это тоже старичьё собственно говоря инди-группа тоже встречи 24 года назад прекрасный альбом да так вот инди раньше было да раньше было да вот независимы от рекорд компании но рекорд компании люди которые там работают они не идиоты и фраза о том что самая коммерческая музыка это некоммерческая музыка она вечная это главный принцип нормального продюсера нормальную нормального человека который занимается шоу-бизнесом потому что самая коммерческая музыка это не коммерческая музыка смотри на элвиса пресли смотри на beatles смотри на Rolling Stones, смотри на Нирвану, смотри на весь инди-рок, который разлетался и разлетается, как горячие пирожки. Простите за банальность. Так вот, пластинки независимых групп инди продаются очень хорошо, выпускаются большими рекорд-компаниями. А инди понятия остаются. И инди – это независимость от привычных канонов, от правил, в которые загнали рок-музыку и которая пошла по этим правилам штамповать одинаковые совершенно пластинки с одинаковым звучанием, со скидкой на время. И в одинаковых шаблонах все это находилось. Из таких групп любой может из вас назвать десятки вот этих одинаковых стандартных групп, которые фигачат до сих пор одну и ту же музыку, которая стала уже коммерческой. Она стала уже мейнстримом и никакого рока там уже нет. А инди – это музыка независимая от вот этих вот канонов. И главное, что было по этому сказано, было сказано Томом Йорком из группы Radiohead. «Any one can play guitar» он спел на первом альбоме. Каждый может играть на гитаре. Ну, если потренируется немножко. Так вот, про эту пластинку я заговорился, зафилософствовался. Это не самый любимый мой альбом, Маддес Маус. На пластинке в нашей стране виниловой найти как-то непросто этой группы. Моя любимая пластинка – это хорошие новости для людей, которые любят плохие новости. Она вышла через одну после этой. Кстати, на одном из альбом играл Джаним Мар из группы Smiths. Музыканты очень уважают Маддес Маус. Айзек Брок – лидер группы. Он поет, играет на гитаре, поет неистовым голосом, не как рок-звезда. Потому что «anyone can play guitar» и «anyone can sing». Да, любой может петь. Певица Образцова как-то сказала, когда ее спросили. А вот если у человека нет голоса, вот что ему делать, он хочет петь? Она ответила, а как это нет голоса? Вы же говорите, он вообще говорит, он немой? Нет, он не немой. Он разговаривает? Да. Ну, значит, есть у него голос. Значит, он может петь. Все, вопрос нет. Вот по этому пути и идет независимая музыка. Эта пластинка, она кажется странной. Если человек никогда не слышал подобной музыки, она кажется странной, непонятной. И может не понравиться. Но если прослушать громко целиком от начала до конца, она длинная, здесь 15 песен на двух виниловом издании, на двух дисках, то от нее уже потом не оторваться. Уже начинаешь слушать, дальше Модест Маус искать пластинки, слушать днями напролет. Потому что она затягивает, она настоящая. Вот это настоящая музыка. И Азик Брок, как здесь поет, переходя с чистого голоса, с лирических частей на бешеный крик неистовый, в ноты попадая при этом. Интуитивно, вероятно. Но это очень здорово. Вот Третья Планета, первая вещь, вводная часть, такая акустическая гитара, барабаны, бас и Брок поет. Очень интересную мелодию. Вообще мелодии очень хорошие на всем альбоме, очень хорошие песни, просто изумительные. И вот эти его распевы такие. И вроде как традиционно, но все равно ритмические там есть свои фишечки, не совсем традиционно все. И потом она разрастается, как мы любим. Врубается уже электрическая гитара по полной, барабаны молотят громко, очень здорово записано. И мы въезжаем с этой песни, она наиболее такая, наиболее в хорошем смысле традиционна. Я не отрицаю никакие традиции. Можно так, можно сяк, как хотим, так играем. Gravity Rides Everything, следующий номер, на двух аккордах, кажется, достаточно простенький. Но если покопаться, там ничего простенького нет. Там, во-первых, записано очень интересно все. Очень-очень хорошо все, картина музыкальная выложена искусно. Хотя эти музыканты, они вдохновлялись всегда порывом. А в частности, Брок вдохновлялся душевным порывом. И пластинка вся посвящена одиночеству человека в большом городе и в нашем большом мире. И, собственно говоря, Луна и Антарктика – это два места, где человек может отдохнуть и уединиться. Ну, мои любимые песни здесь – Tiny Cities Made of Ashes, A Different City, The Cold Part, Alone Down There. Это вторая сторона первого альбома. The Cities Made of Ashes. The Cities Made of Ashes – это такая, чуть-чуть какой-то, вот такой металлическая диска вспоминается от гиппопа и Давида Боуви. Понятная мелодия, простая. Нагнетается, нагнетается, нагнетается эта штука и уходит в A Different City. Тревожная, мрачная, трагическая песня с хором, с диким врубом вокала Айзека Брока, с высоким вот этим острым его, с отличной гитарой. The Cold Part – совсем тяжелая вещь. Не тяжелая в смысле тяжести перегруза гитары, а тяжелая по мелодике, по структуре, по подаче. Холодная часть. Alone Down There. Психоделическая такая штучка. Да, кстати, на первой стороне здесь Dark Center of the Universe. Тут вам и обратная запись пошла с психоделеей, тут все в порядке тоже. И странные звуки, которых во множестве на всем альбоме. Эти странные звуки приводят к песне The Stars and Projectors. Звезды – это прожекторы, которые проецируют нашу жизнь из космоса. И это полотно на полстороны, которое называют некоторые пост-рок. Ну, я не знаю, что такое пост-рок. Наверное, все, что было после рока, хотя это тот же самый рок. Но это, если кто-то любит Магвай или что-то в эту сторону, то это круче, чем Магвай. Вот это вот про звезды, про жекторы. В общем, тут я не могу сказать, что каждые твари по паре, но много разной кайфовой музыки. А я пошел пить.